И еще один прибор тоже компании Acid Lab или Acid Labs, разберемся. Это тоже клон, тоже клон, но другой, не менее, а может быть и более легендарной штучки. Это клон TR-303, 303, 303, 303, 303, 303, то есть 909 почти получается. Это Bass Line 3, Acid Lab, да, немецкое производство. Он такой, кстати, видно, что производство это не какая-нибудь там фабрика по производству айпэдов и айфонов, потому что тут вот, ну, была такая вот, такую прикрутили штучку, но все равно выглядит и как бы ощущается такое, ну, как бы надежный прибор, надежный, надежный, приятно. Так он был упакован, до свидания, тоже инструкция, тоже на немецком, тоже можно скачать на сайте английскую инструкцию, на русском тоже нету, и тоже он, наверное, единственный в Питере, а может быть даже, я не знаю, у меня такое ощущение, что он, может быть, и в мире единственный, да. В общем, немногие просто могут себе, ну, не то, что позволить купить такие себе приборы, они это не очень дорогие приборы, но тем не менее, как бы, нужно как-то их искать, надо как-то, не знаю, то есть пытаться находить что-то новое, новое не всегда рядом, поэтому нужно проделать определенный путь для того, чтобы добраться вот до таких девайсов. Bassline 3, ну, это 303, что тут есть? Ну, тут все есть, все фильтры, там, готов резонанс, там и так далее, вот это классическая, стандартная имитация клавиатурки, тоже старт-стоп, секвенсор, естественно, есть тут слайд, акцент, специальные кнопочки, но это покажем уже в действии, тоже здесь MIDI-синхронизация, меди-ин и ин-аут на синхронизацию, и моновыход, моновыход, может быть, даже есть смысл сразу это и вот так вот сделать, подключить. Включаем. Фон. Две формы волны. Пила более резкий. Звук хороший, приятный, сочный такой. Так, сейчас можно просто попробовать с нуля. Мы можем их синхронизировать. Да, мы их можем синхронизировать. Сейчас я поставлю tap right. Ну, хэклиер я просто беру и стираю тоже 16-шаговый секвенсор, все-все-все отсюда стираю, у меня ничего не остается. Теперь я могу, тут есть несколько способов записи, они очень похожи на самом деле по управлению, по самому секвенсору. Можно записывать пошагово, можно записывать как бы в живом времени, то есть просто там на ходу как бы успевать, да, в нужное время нажимать нужную ноту, которую ты хочешь, и получать там какое-то звучание. Вроде бы как бы да. Но, как бы, не знаю, интересно. Конечно, хочется это попробовать как-то в миксе использовать, как-то все это будет звучать. Но, в принципе, прибор интересный, он такой увлекающий. То есть можно так погрязнуть с ним, так просидеть там 2-3 часа, получить удовольствие на самом деле, даже только с ним одним. Но я думаю, что как бы вместе с какими-то барабанами, хорошими, качественными, это будет, конечно, звучать очень плотно, жирно и интересно. Вот. Ну, надо будет попробовать. Что мы сейчас здесь делаем? Давай попробуем митинг заснуть. Синхронизация не очень хорошо работает. Ну, вот так вот как бы. Ну, давай еще раз сделаем. Что-то как-то... А, понятно. Все, я понял. Продолжение следует...